приветствую всех с вами сенсей рубрика новые технологии у меня на канале быстренько сейчас пробежимся софт и железо новые технологии космос полезное более 1300 роликов и не только игровые здесь вот игры избранные которые может есть прохождение у них новые технологии обязательно одном ролике акцент не ставьте посмотрите другие ролики полазите поглядите что и как потому что каждому объяснить я не могу у меня четыре канала мне некогда этим заниматься и так далее давайте начнем пока суд не будем уходить друг что-то понадобится значит первая тема у нас снижение продаж снижение продаж nvidia начала падать но я уже до этого говорил мне не понравился md последнее время они что-то лупить стали цены просто безумно может быть эти перекупы лупят но я считаю что мд не должно столько стоить мы поговорим сейчас дальше об этом значит в конце будет новой технологии опять от nvidia так значит поставки и так далее все вы можете прочитать доля intel intel тоже я не очень доволен мне стали сейчас писать по intel ребята но не пишите меня еще не разобрался в ситуации но я думаю что intel вот это 12 и 5 600 я думаю они идентичны я нашел видео там а там одинаковые температуры и одинаковая загрузка процессоров до intel вроде чуть похолоднее но пока я к нему не касаюсь не по теме не пишите ну значит вот что у нас когда хочу предупредить всех это мое личное мнение а то 34 подписчика приходят 12 уходит я не знаю на что вы обижаетесь я понять не могу на что обижаться на ну вы купили какую-то вещь вот я например купил машину или тот же 3600 да я купил кто-то меня нахваливал а кто-то мне говорил единицы говорили да херня это 2 700 круче бля тем более 2 700 x ну я был дураком я бил 3 600 поме выменял я между прочим и потом я дала 2 700 сел и все мне не нужен был кулер запредельный такой горшок надо у меня сейчас тоже не слабый кулер но у меня еще больше башни было я ее продал купил этот кулер и добавил еще денег для видеокарты но дело в том что я хочу сказать когда я понял это было поздно поэтому процессы мы берем например не на год не на 3 а от 5 лет от 5 лет и на это нужно смотреть я не говорю что эти процессы плохие мне не нравится в них нагрузка большая и сильно греет они я всегда говорил если вы ставьте воду сразу на такие процессоры чтобы они потом вас не парили то есть когда большая загрузка они начнут лагать а при воде не будут лагать и давайте на этом закончим ну значит вот продажи падают nvidia до с каждым квартал мы так далее но меня заинтересовал то что вот эти новые гавнятины вот эти вот выходит вот это трясня все четырехтысячная версия серии вся эта трясня я ее всегда так называю это это лохотрон вот лохотрон вот выпустить нам было 40 80 и 40 90 и все а лучше вообще ничего не выпускать выпустить нормальную одну карту который могла бы 60 кадров выдавать в любой игре без длсс но они планировали длсс это такой своеобразный лохотрон технологии презерватива я зову то есть на большое разрешение натягивает натягивает маленькое разрешение вот такой хотелось бы сказать наоборот должно быть лучше ну нет вот и вот здесь вот 270 рублей да ну знаете меня удивило дать ка я посмотрю в самом деле так или не в самом деле так да и с чем ее можно сравнить и давайте посмотрим значит тут по цене по цене 7 600 30000 стоит 30000 ну думаю нормальная цена но потом когда я посмотрел извините меня вот я сейчас свою карту не знаю буду продавать за 30 хочу продать 28 супер у меня под видео под любым видео есть мои параметры то есть вкладка еще и там все мое железо тоже 30000 ну конечно я склоняюсь на 3060 даже не из-за того что там 12 гигов они без надобности эти 12 гигов для дураков понимаете они без надобности когда вы графику поднимите выше 8 гигов у вас ничего не пойдет ничего не попрет поверьте мне у меня были эти две карты 12 гиговые от одного производителя другого у меня все есть на канале все можно посмотреть если в лупить там больше больше текстур все у меня будет 20-30 кадров эти 12 гигов без надобности то что эта карта ну 2к она берет но не все понимаете на высоком если я сделаю сейчас например как резик 4 поставлю блять вобью туда 12 гигов у меня будет слайд показывать поверьте мне я думаю что так 28 супер очень меня радует но для стримов маловато она вот она я думаю как 3070 вот есть не стримить как 3070 она очень хорошо лупит и по разгону все у меня можете посмотреть и цены видите приравнялись да нахрен мне это говнины их не а им дыш на и вот я вам нашел тут это учтите это ролик один из первых я не стал долго рыться обычная роясь на ну и разница есть она небольшая но извините есть большая небольшая иногда падение в 10 в 10 fps ну я считаю это достаточно много 10 fps понимаете для карты вы тогда и разница должна быть как у нас считает 1 fps 1 тыщ на ну пусть в 5000 разница они они в ровень идут может быть там где именно нашел название я считаю что на зоне очень приемлемы цены да можно взять на али как ребята говорят ой на али там еще дешевле да процессор можно взять на али проверить его ноги если не паяны и все нормально можно взять но а видеокарту побоишься брать потому что нет гарантии на там замучаешься возвращать ее вот съемку это все вести и так далее по при распаковке и так далее давайте перейдем значит другой у нас ситуации новые технологии ну как я говорил всегда до своих ролях лмкл клм лп е др FPS вот я не знаю бля язык сломаешь такая дresня00 блять ну вот давайте посмотрим значит визуаз над визуальной и там чё там у нас возможности и так далее при масштабировании значит искусственный интеллект будет чего то там делать я не знаю чо он будет делать да дорисовывание я слышал но он даже еще что-то будет делать я сейчас несколько статей почитал но я думаю что это его статьи достаточно значит будет лохотрон расширяется будет значит максимальной производительность значит производительность баланс качества да и вот это приснил возможно возможно она и хороша но нам ничего не говорят как обычно понимаете все размыто я вот не читай ничего не понял то я пытался понять и попробую вам объяснить попробую вот значит включена и выключен то есть это прого как бы дает улучшенную картинку чуть получше ну вот если вы на низких играете да на самых низких сейчас я вам дальше покажу играйте на самых низких и вот ее включаете и почетче шейдер поставьте все шейдер бесплатный прога который у меня в любой стрим включить меня везде с шейдером вот и особенно последний на бесплатная прога тут миллионы делать на говнение какой-то а шейдер как хочешь увеличишь резко конечно там упадет у вас 5-7 кадров сразу сожрет но зато у вас картинка будет мама не горюй как 4k все о шейдерах есть меня на канале вот видите пригодилась на потому что некоторые меня спрашивает у вас в играх шейдера как их прикручивать все я объясняю где у нас софты железа легко найти где-то вот они видите как пользуются лучше картинку это вообще основа азы там можно наворочить все что угодно там столько всего я даже туда не суюсь в эту кучу и вот давайте посмотрим ну что же такой язык за трясня такая ну значит я так понял что вот улучшает картинку в низком разрешении то есть когда вы ухудшаете графику или в очень низком разрешении играете у вас картинка совсем мыльная какая-то трясать на ну вот и здесь везде дрясня из нельзя нигде играть я считаю для кого это прого делается я понять не могу она улучшает картинку но если мы тлсс включаем да но она не масштабирует то есть что она будет делать она будет оставлять тоже разрешение но она уже будет не улучшать наверное а наоборот ухудшать я не могу понять вот вот выкинули какую-то дрянь и чтобы запутать всех и будет ли она вообще как работать чего я ничего не понял вот смотрите здесь написано так вот смотрите так длсс значит повышает производительность с минимальной потери до изображения с минимальной вообще кто-нибудь верит в это говно это ладно я сейчас надел на какую dns за на dns выходил и вот про эту прогул рассказывает вот вот про эту здесь она отдельно здесь я вам просто пример привел она будет встроена вот в эту трясню мою нелюбимую вот в эту которую я стараюсь вообще не пользоваться в стримах приходится все-таки пользоваться ей потому что мало ли чего и зависит так далее опасное дело и и прос у меня над конечно обновлять вот ну вот я хочу сказать что там на dns и там там есть такие люди которые пишут блин какие молодцы nvidia вот красные это вообще помоечники а там вообще ничего не делают а эти 1 прога 2 3 так развиваются молодцы то есть лохотрон развивается красные ничего не делать тоже они пыль в глаза не блять не кидают но еще цены у них подросли блин на видеокартами вот как они работают спокойненько одну-две карточки сделали в сезончик оп нормально новой серии были молодцы сразу все бросились их брать а это говнина блять 4 тысяч на серии вся валяется это говно никому не нужного а на кого глядя красные бы не делали бы фср не делали бы если бы эти чурбаньо блять не делала вот это вся эта херня размазанная раскрашенная японская если длсс она не делали бы эти родственники красные тоже японская раскрашенные они бы не делали ничего а им пришлось делать за ними я как дурак тоже сидел тоже нравилось мне прога вроде не сильно меняется изображение да а потом когда я нормальный монитор купил извините меня это небо и земля нахер мне такая говнина а сейчас hdr у меня вообще смотреть невозможно блин миллион цветов там все плывет сразу на сами по себе 10 бит плавучую картинку вызывает почему потому что цвета размазывается то есть они ровно ложатся как должны быть цвета в самом деле не лесенками ровно ложатся поэтому вызывает эффект немного замыливания и я включил hdr и все и здравствуйте на крыла вообще все плывут говнище это так вот это прога я хочу сказать ничего не объясняет то есть она будет встроена и она улучшает картинку да как мы поняли то есть смотрите я ей она будет как отдельный сглаживание без масштабирования как вот это понять я вот понять не могу как сложный без масштабирование это вот длсс ты ее включаешь масштабирование меняется до масштабирование разное становится а это не будет так она будет улучшать картинку она наверное ухудшать будет наоборот или другой вариант включается длсс тоже ничего не написано вы видите все я где-то читал отзывы там парень прям плевался говорит ничего толком не объяснили вот кусок говнины выбросили я вам этот кусок говна тоже загружаю вас значит она склажин без масштабируя не могу понять то есть мы включаем длсс я кстати видел в какой-то игре были вот сейчас я не могу вспомнить не не одни из нас ли вот эти как мир за пакс на игра то одни из нас да все ругают говнина вообще кроме график там больше нет ничего где-то я видел точно так вот смотрите я вам новости показывают 7 23 6 январь февраль март апрель май июнь чего блин вот новый технологии но я ее где-то уже видел вот сейчас мне по моему дошло там значит длсс включаешь и потом подключаешь ее и она улучшает картинку но длсс то он же изменил уже масштаб картинки понимаете когда мы длсс включаем масштаб картинки поменялся а сверху мы накидываем ее чтобы улучшить эту картинку тогда зачем она нужна если есть в фср и резкость фср там поставишь резкость да по-моему длсс по-моему где-то там резкость есть или только в серии вот это вот тонкость я упустил конечно извиняюсь потому что она улучшает картинку да вот эту картинку она улучшил чего тут улучшилось вы видите разницу я ни хера не вижу вот здесь да здесь вот про как-то почетче водит не знаю я не могу сказать чего тут улучшилось какой-то ролик бесполезные мы его прокачиваем мне кажется нет смысла его прокачивать да и не особо я его прокачаю но мои видосы 1300 ролик вы не смотрите там 50 70 и так далее игра не очень смотрят на меня весь канал работает то есть 500 800 в день просмотров а поэтому не смотрите там мелкость какая-то я как всегда говорю 20 просмотров набирает больше часов чем 200 и я буду 20 продолжать они 200 все забудьте это просмотру это сейчас в никуда путь обязательно должны часы просмотров быть вот о чем я хотел вам рассказать мерзость не пишите буду удалять не опускайтесь до личности можете спокойно высказать свое мнение и все всего доброго берегите себя до новых встреч